Мы два вида муки, одна у нас цельнозерновая, которая на каменных жерновах делается, то есть это более крупный помол, на ощупь ее можно определить, она там крупка попадается, то есть отруби там, ну ее визуально даже видно, вот, ну как клиент, всем клиентам надо что-то другое, что-то новое, нам надо потоньше, вот. Вот, был у нас вальцевый станок, обыкновенный вальцевый станок, которые стояли на мельницах, да и сейчас, наверное, везде стоят, вот, мы после этой мельницы предварительно размалывали, потом домалывали, потом кидали нарасив, нарасиве отсевали отруби, то есть выделяли нужную фракцию, ну все это, конечно, хорошо, но она же уже там не совсем и цельнозерновая тогда становится, если мы отруби убираем, там все равно отбираем, вот. И промониторили рынок, нашли вот такую вот мельницу, мельница роторно-вихревая, измельчает любое зерно абсолютно в однородную массу, то есть та же цельнозерновая мука, но фракция, то есть тонкая, получается фракция почти как у вышки, но цельнозерновая, вот, измельчает абсолютно все, вот она стоит вон там внизу, это мельница. Размеров она небольших, но свои задачи выполняет, да. Вот здесь вот бункерочек засыпается, все автоматически подается сюда, вот, помольная камера. Заслонкой вот регулируется, то есть крупность помола, ну мельник тут уже работает, то есть он знает, там сказали, надо там чуть покрупнее, чуть поменьше или совсем мелкую, то есть он заслонкой прикрыл, перемалывается вообще, порошок такой, ну как вышка мука. То есть вот сюда идет, в циклоне успокаивается, шлюзовой затвор и здесь выпадает. И зерновые, и бобовые? Любые, что угодно. Вообще эта мельница, она, как бы, я когда ее нашел, там про зерно как бы не было написано. То есть там было написано, измельчаем скорлупу грецкого ореха, там, то есть такие все, то есть кофе, перец там, ну то есть она... Да, то есть там вообще, начиная от пищевки и заканчивая там и уголь, и все остальное в пыль. Вот, ну вот поэтому меня заинтересовало, поехали, взяли с Алексеем Ивановичем зерно, наше всякое разное, приехали, попробовали, да, раз попробовали, еще раз поехали, попробовали, ну в общем-то... А объем какой производительности? Производительность в зависимости от культуры. Есть культуры, вот допустим, пшеница простая, она, то есть легко, по молу засыпал, не напрягается она. 60-60 кг. Да, вот, по овсу, вот овес, он более вязкий такой, хотя жуется очень легко, мягкий, но мелется он очень тяжело, поэтому там, то есть до половины падает, то есть 300 кг в час. Ну и горох бобовый тоже, ну, чечевица легко, горох немножко похуже, да, такой тоже тяжело, по молу идет, вот, ну а так в целом... А перестраивать на разные виды сырья можно, да? Да, ее абсолютно перестраивать, не просто зачистка всю, включили, выдули здесь, все, все выпало, засыпали другую продукцию и включили просто... Ну, грубый помол или... Цельнозерновая грубый помол, здесь тонкий помол, поэтому людям, люди хотят разного. А вот, бывающие говорят, что доступные... Да, произведена она в Новочеркасске, ребята делают, компания, сейчас вот не скажу, Сфера, по-моему, да? Да, Сфера называется, да помол. Велина, что ли? Нет, 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 тот, тот, который дробилки делал, нет, нет, это... Алексей Крин вас возглавляет. Да, молодой парень-то, да я... А какой тут рабочий уран, как этот принцип? Ой, вот эта часть неподвижная, а вон там вот такие стоят, по-моему, эти... Пальчики? Да, пальчики вот так, и они, то есть, в зависимости, сколько продуктов, если больше заслонку открыть, большая часть идет продукция, то есть она более крупней, помол идет. Если прикрываешь заслонку, то есть она... Там несколько кругов проходит и вообще мелкая вылетает. А компания называлась Новосфера? Да, что-то я помню, Сфера, да, Новосфера, да. Просто продали они, мы ее как бы настроили, и я больше с ними... То есть она не выходила ни из строя, ни... То есть ничего не происходило с ней, мы работаем. Была заминка там в электрике, то есть там какой-то вышел этот самый, ну наш электрик все там починил. По телефону созвонились, быстро починили, и все. Говорят, что можно и сложные составы смесей... Да, все что угодно, да, вот, я же говорю, я когда ее нашел, то есть там в описании не было даже зерновой продукции. То есть там было написано совсем такое все, полимеры там всякие, пластик там, скорлупу грецкого, да, скорлупу грецкого ореха. Я подумал, почему бы нет, почему не можем засыпать зерно, в чем разница, думаю. Вот попробовали, и они, да, действительно, они там продали тоже кому-то, сказали, что... Вы размалываете и на рассею, или на рассею? Нет, нет, она вот подается, выкидывает ее сюда, здесь она успокаивается. Вот шлюзовой затвор, да, то есть она не пылит ничего, просто шлюзовой затвор путится, там магниты стоят, уловители, если вдруг что-то попало, оно там улавливается, и выпадает сюда. А вентилятор просто выкидывает воздух горячий, который с помольной камеры, вот, он отдельно отходит и выкидывается на улицу, там, ну, минимально какая-то часть там пылит. То есть на рассею вы ее не... Нет, нет, ну, есть, короче, есть компании, которые, то есть там спецификация принципиально требует расею, чтобы было тоже. Да, тогда, тогда действительно, мы запускаем на рассею, трусим на рассею, и все, то есть... А по стоимости, говорят, что там немного за миллион, да? Мельница? Да. Мельница? На данный момент за сколько? Мы брали за 850 лет. В прошлом году, да, мы за треном. Да. Подготовка, зал для подготовки сырья, которая поступает потом непосредственно на муку, на фасолку, на упаковку мешки, то есть идет уже на продажу отсюда. Вот, полгода назад мы восстановились, приобрели чешскую машину, называется Vibromax. Значит, очистка происходит на сетах, и дополнительно на входе, на выходе стоит аспирация, которая тоже очищает. Вот, на сетах разделяется на три фракции, фракция мелкая, фракция крупная, крупный мусор, и аспирация, то есть пыль, шелуха, и, соответственно, чистая фракция, которая далее по нориям, по транспортеру поступает на машину, которая называется фотосепаратор. Это заключительная очистка, вот, на этой машине мы очищаем зерно по цвету, то есть по размеру мы очистили, по весу очистили, а вот по цвету никак. Вот, эта машина у нас очищает по цвету, разделяет продукт, убирает темную примесь, убирает светлую примесь, вот, настраивается эта машина онлайн, то есть предыдущая версия была, мы здесь очень долгие настройки производили, это все было очень неудобно. Сейчас подключена к интернету, то есть созваниваемся с ребятами, с операторами компании C-Sort, да, сбрасываем фотографии, вот, годный продукт, негодный продукт, что надо убрать, то есть ребята в течение, там, 10-15 минут все это дело устраивает, мы тут проверяем, смотрим, понравилось нам, не понравилось, все, и запускаемся в работу, то есть все стало намного цивилизованнее, так сказать. Да, дополнительно аспирацию прокинули мы в новой линии в нашей, вот, от каждой нори у нас идет отсос пыли, поэтому здесь минимизировали мы, чтобы чисто здесь было, уютно и приятно работать, ну и продукция, чтобы поступала чисто у нас. 0,2, да, 3, как там говорят, 2,0, да, после нашего у нас паза, мы это все восстановили, но уже на другом уровне, потому что сейчас, в принципе, все норы сгорели, мы их новое купили, норы уже предусматривают с завода производства отсос пыли, значит, мы смонтировали полностью на всем комплексе приточно-вытяжную вытиляцию, часть вытяжной сохранилась, приточка практически вся новая, значит, это здесь вытяжка, все подключили, все аппараты, все точки, где может собраться пыль, мы максимально подключили, но мы не говорим, что там идеально, пыли нет, пыль нет, ну, производство такое. Здесь работает живые люди, и требование такое, чтобы эта суть ежедневно вытиралась, и она вытирается. Полы покрасили, потому что на таком свете они хорошо тоже видны, и люди-то не видны, значит, здесь даже на самом, на самой машине, внизу там еще есть выхода, и там тоже все подключено, внизу, он вниз идет, вот, кроме того, эта машина еще, она имеет потенциал на увеличение производительности, потому что машина первичной очистки, она у нас 150 тонн уже, да? Это в режиме, первичная очистка, да. В режиме семеном, ну, назовем так, да, вот то, что мы понимаем. Ну, так оно и называется, семеном. Значит, в семенном режиме пополам сразу делим, то есть 25 тонн, а в том режиме, когда мы готовим уже продоволку на фасолку, там даже где-то еще уменьшаем, да? Ну, естественно, да, биокультуры там требуют дополнительной очистки, то есть там не все за... Минемально сколько мы делаем, до 5 тонн, да? Ну, 5, да, это самое минимум, ну, и то, исходить из продукта, то есть продукт засоренный очень сильно, поэтому вы на полях видели, прекрасно, что там засоренность, да, поэтому здесь от культуры зависит. Нет, это решета сменная, правда? Да, это комплект сменных решет, но... Машина сколько расходит? Три, да. Три с копейками, а комплект на разные культуры решет, по 7 миллионов? Ну, в частности, на наши основные почти культуры, да, вот на миллион, вот эта вот стопочка стоит, вот здесь вот миллион, поэтому вот одно вот такое сито, вот оно, 40 тысяч, вот одна сеточка, оно вставляется вот во внутрь машину, вот сюда, если пройдем, вот здесь открывается и вот сюда вставляется, вот верхний ярус сито, вот нижний, по 3 сито вставляется, то есть путем подбора на каждую культуру, кажется, свое сито. Вот, вставляем, закрепляем, ай, они очищаются самостоятельно, да, там внутри стоят специальные резиновые шарики, здесь идет вибрация, эти шарики прыгают, и вычищают, ну, остается какая-то мелочь, остается какая-то мелочь, ну, мы ее уже вручную зачищают, там внизу включается, я открыто все, Алексей Иванович, нет, открыто, в смысле без решет, там ничего не закручено, поэтому не продемонстрируем. Ну, хочу вам сказать так, у нас стояло здесь 4 петкуса, да? Ну, внизу стояли, да, 4 петкуса. Три убрали мы, они доставили петкус на очистку хлопьев и крупных. Ну, мы пшено на них, пшено, горох колотый, да, то есть для... И вот это заменили, но я много с чем работал, и я вам скажу так, что есть у нас такой стереотип в стране, что петкуса это супер-пупер, но я вам скажу так, это уже вчерашний день, Габахов вчерашний, да, вот машина, я очень ей доволен, и даже есть тут у нас хозяйство, кто берет новое петкуса. Я, честно говоря, не видел, как они работают, но вот эту машину я давно уже приметил на рынке, и мы к ней шли года 3 пока, может быть, даже не купили бы сейчас, да, не было бы счастья, так несчастья. Мы ездили на завод, нас возили на завод, мы смотрели, как они делаются. Микоин ездил, вот, а были мы, это, это, братья завод, завод, вот, поэтому машина очень хорошая, качественная. У нас все осталось, ну, и все остальное. А фотосепаратор, в принципе, видите, там же 2 лотка запасных, мы можем его производительность увеличить. Ну, да. Дополнительно ставятся секции, ну, работа, ходика вы знаете, да, все в режиме онлайн, стоят объективы, они отснимают зерно, и пока она там пролетает буквально меньше метра, да, подается сигнал на фортуру, и она это зерно конкретное выбивает. То есть там работа, ну, я вообще не представляю, как это можно сделать. Как это сделать все, да. На каждую зернинку идет своя каналочка, все зерно идет по каналкам, это вот конкретно выбивает. Технология такая, вот у нас швейк, безосевой подает сюда зерно, зерно, машина мойкает бункер, видите, бункер на лесовых датчиках стоит, по рецептуре все делается, оператор зерновик закачивает зерно, сколько, сколько ему дает по заявке пекарь, он сюда его все закачал, дальше машина мойки, там вот зеренка стоит, зерно с водой стекает, все примеси уходят с водой, тяжелые оседают, зерно шнеком загружается в деже, в деже замачивается 36-38 градусов, сутки почти стоит, ну, там где-то 22-23 часа, зерно начинает прорастать, потом засыпается вот в уголки, видите, мясорубка стоит, это диспергатор, значит, там 4 ножа и сетки, и все, зерно измельчается, получается такая зерновая масса, потом туда добавляется все остальное, вот Ирина брала там наши закваски, значит, закваски мы делаем сами из своей ржи, из этой же массы, которую измельчаем, рожь, мы ее, девчонки здесь делают, у них есть маточная закваска, они ее развивают, потом вся эта закваска, вот, мы ставили камеру в холодильник, у нас, собственно, и пожарка зашел в те холодильники, которые были, один из холодильников, это было в июле месяце, очень жарко было, он не выдержал, на чертах, загорел, загорелся, мы не успели его потушить, начала обшивка гореть, дышать нечем, народ просто не смог, тушили до 8 вечера, с пол третьего началось, 4 расчета было, пока не приехали, эти маски, да, в этих? Ухо на вооруженном, да, уже все, на втором, ну, благо, то, что было лето, у всех были пожарные единицы на полях, все соседи все пригнали, у нас еще в емкости были полные, на растворном узле порядка кубов на 60, и подвезли кубов 50, и 4 пожарки, ну, как бы вода, в воде не было проблем, и наш трактор еще возился куда. Ну, потом вот это поставили, промониторили рынок, нашли мы самый дешевый вариант по холодильникам, это казанцы делают, Татарстан, вот, они нам все это поставили, сделали, ну, вот, потом уже вся эта масса добавляется к этой массе закваска, примерно 50 на 50 идет, и потом все ингредиенты соответствующие, мы сейчас перешли, мы работали на, на фруктозе, сейчас мы ушли от фруктозы, ездил я в Крым, там, познакомился, есть такая, есть хозяйство крымская стевия, мы у них сейчас берем стевию, и на стевии, стевии мы работаем, сейчас вышли, это заменитель сахара, и он, в принципе, устраивает даже диабетиков, по полной программе, мы сейчас вообще в такой категории перешли, ну, еще, по-моему, сильно там не афишировали, это, ну, сейчас будем писать уже, на 1 к 50 идет разбавление, то есть, 1 килограмм стевии в литр, заменяет 50 килограмм сахара, вот, они сделали, девчонки отработали, прекрасно, вообще не чувствуется замены, что-то произошло, замена, экономика там, вроде бы, отправилось немножко, ну, все, и потом, это вся выпечка здесь, здесь экспедиция, сюда идет отгрузка, здесь собираются грузы, потом на шпильках вниз, и там уже водитель загружает и развелось. Субтитры сделал DimaTorzok